Более 20 лет Бог обильно помазывает и использует брата Фестусен Согу, чтобы коснуться многих людей по всему миру. Он был посланный Господом Иисусом служить в Восточную Европу после распада коммунистического режима. Чудеса, исцеление, избавление и могущественное движение Святого Духа сопровождают чистое, мощное, бескомпромиссное служение Слова. Менялись жизни, многие обратились к Господу, создавались новые церкви при выполнении Божьего поручения. Теперь примите Слово Божие через его слугу, брата Фестуса. «Да будет благословенно имя Господа. Наш Бог добр. Он прекрасен». Во что за особом времени мы живем на земле? Это 2020 год. Эта программа записана 12 марта 2020 года. Что за время? Такие изменения? Такое быстрое изменение? Такой большой сдвиг. Когда мы встречали 2020 год, у людей были разные представления, надежды, планы на этот 2020 год. Каждый мечтал о Новом Годе. Каждый по-своему его воображал. Народы, фирмы, производители, церкви, проповедники, пророки. Все говорили и говорили о 2020 году и ожидали хорошие и замечательные вещи. То, что сегодня происходит в мире, выглядит скорее, как мы этого не ждали. Библия говорит, что мы должны быть готовы к тому, что Господь придет в то время и день, который никто не знает. Итак, ты и я, которые есть детьми Божьими, верующими, видим все, что происходит сейчас в мире. Как одна проблема, в подобии вируса, неожиданно начала менять мир, которым мы живем. Небо и земля перейдут. Но Господь Иисус сказал, что Мое Слово никогда не пройдет. Его Слово навечно утверждено в небесах. Итак, давайте сегодня доверимся Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Большое спасибо, что вы присоединились ко мне, и давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя и благословляем Твое имя. Мы радуемся и поклоняемся Тебе. Мы приносим Тебе эту программу. Прикоснись через нее к каждому зрителю. Проговори в их сердцах, Отче. Укрепи каждого сегодня своим сильным и могучим Святым Духом. Во имя Иисуса. И я связываю все силы зла. Во имя Иисуса. Аминь. В книге Луки 21, ученики спрашивали Господа, когда все это будет? В стихе 5, Луки 21, и когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, которые из того, что вы видите здесь, не останется камня на камне. Все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? И Господь продолжал в стихе 8. Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, и во многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Итак, они спрашивали его, когда это все настанет, и какие знамения прихода? Вы знаете, когда они видели этот прекрасный, великолепный храм, это было просто гордостью еврейского народа. Храм Соломона было удивительное строение. Люди приходили со всего мира, чтобы только посмотреть на него. Итак, это была гордость наций, слава и великолепие их храма. И Господь сказал, будьте осторожны. Все то, что вы видите, что вас восхищает и вас возбуждает, и что вас делает надутыми, и на что вы гордитесь, все эти вещи, которыми вы восхищаетесь, послушайте, не останется камня на камне. Это был для них шок. Когда они спрашивали его о знамениях, ты ли Мессия, он говорил, знамения, которые вам покажу, будут такими. Разрушьте этот храм, и в три дня восставлю его снова. Они сказали ему, что этот храм прошло 46 лет, пока его построили. А ты собираешься построить его за три дня? Собственно, это был храм Ирода. Храм Соломона был разрушен задолго до этого. Люди удивились, когда он сказал, разрушьте этот храм, и я вознесу его за три дня. Они не понимали, что он говорил о храме своего тела. Итак, великолепие храма. Им восторгались. Им восхищались. Это была их гордость. Это было зрелищем номер один во всем народе. Кто был в Израиле и не видел храм, тот как будто там и не был. И то же самое сегодня в наше время. У нас тоже есть вещи, которыми мы гордимся. Наши успехи, наши достижения. Посмотри на мой дом, который я построил. Посмотри, какие у нас компьютеры, телевидение, спутники. Мы отправляем людей на Луну. Мы так довольны тем, что достигли и что совершили. И это наш храм. Это то, чему мы поклоняемся. И сказал Господь, видите, свой объект поклонения? Это та вещь, которую ты обожаешь? То, что делает тебя полным гордости и эго, и высокомерие? Это будет превращено в ничто. Иисус сказал, небо и земля перейдут, но слово Мое будет вовек. Все человеческие изобретения, вся человеческая деятельность, все, что мы построили в наших цивилизациях, прочитайте историю исчезнувших цивилизаций. Иисус сказал, не обольщайтесь теми вещами, потому что все они будут однажды демонтированы и уничтожены. Несколько месяцев назад никто не знал о коронавирусе. И тут началось. Мы думали, что это далеко, в Китае, где-то в области Ухани. Все говорили, ну, это далеко, там. Это не попадет сюда. А сейчас это везде. Это сотрясает мировую экономику. Дрожит основа человеческого общества. И никто не знает, когда это закончится. И сколько это будет стоить, жизни и глобальной экономики. Если мировая экономика упадет из-за вируса, то существует вероятность того, что государства начнут объединяться, и пока вы очнетесь, уже подготовятся к приходу Антихриста. И все, что написано в Библии, исполнится. Но Господь своим детям дает одну большую надежду. В 21-й главе Луки говорит, «И будут знамения, солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение». Говорится о бедствиях. Что можно сказать о бедствиях народов? Почитайте газеты. Посмотрите телевизор. И послушай, как дитя Божье, как верующий, будь очень осторожным, чтобы не открыть свой разум всему, что есть в новостях, на радио и в телевидении. Иначе погибнешь раньше, чем вирус доберется до твоего города. Вы должны просто пропитать свое сердце и разум Божьим Словом и верить Богу. Если не будем иметь живой веры, то в мире страху достаточно, чтобы убить миллионы людей. Только страх. Даже вируса не надо. Просто страх перед вирусом убьет много людей. Иисус говорит, «Уныние народов и недоумение, и море вас шумит и возмутится». Бушующий шторм на море. Море человеческой расы. В море человеческой расы бушует шторм. На прошлой неделе я молился и видел короткое видение. Я видел Господа Иисуса, как Он идет по воде. Вы помните, как Он ходил по воде? И ученики были напуганы. Это призрак. Он сказал, «Не бойтесь». Это я, не бойтесь. Петр сказал Ему, «Господь, если это Ты, повели мне идти к Тебе, чтобы я пошел по воде». Он сказал, «Петр, иди». Господь наш учитель. Господь Иисус Христос жив и здоров. И Он ходит по бушующим волнам нашей жизни. Штормы жизни. Он ходит по шторму. Аллилуйя. Иисус потом говорит, «Люди будут издыхать от страха». Вы видите людей, которые издыхают от страха, от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Люди будут издыхать от страха, будут бояться в ожидании того, что придет на землю, «потому что небесные силы будут сотрясаться. На солнце, на луне и звездах будут знамения. На земле будет скорбь между народом, бессильными перед бушующим океаном жизни. Люди, умирающие от страха в преддверии того, что грядет на землю, небеса будут потрясены». Теперь посмотрите, что Он говорит далее в стихе 28-м. Говорит это верующим, Божьим детям, тем, кто верит в Иисуса, тем, кто ожидает с нетерпением, кто мечтает о Его втором приходе на землю. Иисус Христос возвращается на эту землю. У меня было видение, и я спросил Господа, когда Он вернется. И Он сказал мне о некоторых крупных событиях, которые произойдут, а потом, потом, потом может случиться что угодно, в любой момент. Это было 2 августа 2012 года, 3 часа ночи. Когда ты вернешься? Мы именно в том времени, именно в тот период. Мы должны быть готовыми на все. Сегодня церкви, мечети, собрания закрываются. Города, нации находятся в карантине. Ты не можешь выйти из дому. Кто себе мог это представить пару месяцев назад? Кто бы смог представить, что запретят самолеты и закроют границы? И не толкуйте это время неправильно. Не истолковывайте это неверно. Люди могут говорить вам, что угодно. Они могут это объяснить, как они хотят. Это работа сатаны. Так работает тьма. Ошибочное толкование. Написи на стене. Чтобы вы не совершили покаяние во грехе и не дали свою жизнь Иисусу. Они объяснят это как угодно. Только бы нас это не привело на колени к покаянию. О, мы справимся с этим. Мы сможем это сделать. Мы можем вылить больше денег. Мы справимся. Всех обеспечим, и все вернем, и все будет хорошо. Библия говорит, что когда будут говорить «Мир и безопасность», когда будут говорить «Все опять хорошо», тогда придет неожиданно погибель. Это предупреждающее знамение. Это еще не конец, но это приближает нас к самому концу. Как когда вы льете воду в воронку. Чем ближе к отверстию, тем больше ускоряется ток воды. Вот так и мы движим. Очень скоро время будет поглощено вечностью. Время пришло из вечности. Время вышло из злона вечности, и очень скоро вечность его поглотит снова. Потому что время лишь как предупреждение, как таймер, как обратный отсчет, как если бы вы считали, сколько осталось до Нового года. Это просто обратный отсчет. Вот что и есть время. Обратный отсчет в направлении в вечность. Некоторые вещи должны исполниться за этот отсчет времени. Сейчас пошел отсчет к вечности. Иисус Христос грядет. Небеса сотрясаются, и земля тоже. Все человеческие институты, правительства и власти дрожат. Многие падут. Многие будут парализованы. Многие народы падут и никогда не поднимутся снова. Они продадут себя за мешок фасоли. Но те, кто знает своего Бога, будут сильными и будут совершать подвиги. Итак, Господь Иисус сказал, «Вау!» И он говорит в стихе 28-м, «Когда же начнется это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши». Пожары, землетрясения, катастрофы, вирусы, войны, терроризм и другое зло. Когда вы увидите все это, то поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Что нам говорит это время? Что Бог нам хочет этим сказать? Чему мы должны научиться? Это время размышлений. Может быть, я не знаю, когда вы увидите эту программу, но, возможно, вы на карантине. Вы не можете выйти из дома. Вы ограничены и не можете выйти из вашего дома. И ты одинок, чувствуешь себя одиноко, тебе скучно. И ты не знаешь, что делать. И ты боишься того, что впереди, что будет завтра. Пришло время подумать, переосмыслить жизнь. Посмотрите, как упали за такой короткий срок деньги в цене. За один день на глобальных рынках потеряны миллиарды долларов. Мы не можем полагать свою надежду на эти вещи. Бог нас предупреждал уже столько столетий, не полагайтесь на эти вещи. Ибо все это пройдет. Какая польза человеку, говорит Господь, если все приобретет, но душу свою потеряет? как Божье дитя, как верующий, который верит Иисусу, сейчас не время паниковать. Это не время бояться. Иисус сказал, что когда увидим, что все эти вещи происходят все в одно время, то возвысьте головы свои, потому что искупление ваше близко. Аллилуйя. И я хочу прочитать вам в главе 3, филиппийцам, филиппийцам 3, в 20 стихе говорится, «Наше же жительство на небесах, гражданство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа?» «Наше жительство в небесах, не на земле. Оттуда ожидаем Спасителя, Иисуса Христа». Это очень важно. Мы, верующие, сейчас должны снова и снова напоминать, что мы не от мира сего. Мы не от мира сего. Наше истинное жительство на небесах. Потом продолжай, что мы ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Скажите со мной, «Мое гражданство на небе». Я ожидаю прихода Своего Спасителя, Господа Иисуса Христа, который променит наше мерзкое тело, осужденное на смерть. Это единственное, что есть на нас земного. Единственное земное. Это тело, которое вскоре оденет бессмертие, которое уничтоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все. Когда труба зазвучит, мертвые во Христе воскреснут первыми, а мы, те, что будем живыми в этот день, будем восхищены с ними в небеса. То смертное обличется в бессмертии, и смерть будет поглощена в победе. Нужно постоянно себя это напоминать. Мы не от мира сего. Халлилуйя Иисусу. Иоанн 14, стих 1, Господь Иисус говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Халлилуйя. Злова 13, книга евреям. «Все мужи и жены веры, они знали, что они не от мира сего». Евреям 13, стих 14, говорит, «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Ибо здесь, на той земле, где бы вы ни были, в Африке, в Азии, в Америке, в Европе, в Австралии, в Китае, в Индии, где угодно, в море, на островах, здесь нет постоянного места для нас. Эти города обречены. Земля, в том виде, что мы ее знаем, обречена на уничтожение. Представьте себе небоскреб, который уже полный кобелей, взрывчатки и динамита, чтобы взорвать его. И идет обратный отсчет. И вы не можете просто танцуя, заниматься побелкой или декорировать цветами здания, которые уже заминированы. И идет отсчет до взрыва. Ну, ты говоришь, я только что переехал сюда, только вчера. Надо покрасить, украсить цветами. Ты сюда переехал. Ты что, не слышишь отсчет времени до взрыва? Здесь сейчас рванет. Здесь у нас гражданства нет. Но мы ожидаем то место, которое грядет. Евреям 11. Посмотрим, как все мужи и жены веры ожидают тот град, то место. Евреям 11, стих 8. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел. Он повиновался и пошел. Не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Он ожидал города. Не то, что было. Ожидал город, небесный город, райский город, творец и создатель, которому сам Бог. Вау. Потом в стихе 13 говорит, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Всякая истинная вера исповедает, признает, живет и действует, размышляет, зная, что мы на земле лишь пришельцы. Это не есть наш город. Мы ожидаем Божьего Царства. Наша мечта – это приход Иисуса Христа. Стих 14 говорит, «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отчества. И если бы они в мыслях имели то отчество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Брат, сестра, друг, этот мир заминирован, набит динамитом и уже готов к взрыву. Уже идет обратный отсчет до взрыва. Человеческие достижения подходят к концу. Человек теряет контроль. Эту землю мы получили в аренду на время. Это аренда, а не постоянное место жительства для вас и для меня. Христос грядет. Он все изменит, Он выкупит, Он обновит все. Божий Сын сказал, «Я иду, чтобы подготовить вам место. Когда приготовлю, вернусь за вами. Возьму вас с собой, чтобы и вы были там, где я». Все, кто надеется на Него, пусть очищаются, чтобы быть чистыми, как Он. стих 16-й. «Но они устремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Бог для нас приготовил город. Христос скоро вернется, чтобы забрать нас в наш небесный дом. 1 Иоанна, глава 3. Аллилуйя Иисусу. Господь Иисус сказал, «Когда вы увидите все эти вещи, катастрофы, страхи, плохие новости, ураганы, землетрясения, наводнения, всякие терроризмы, вирусы, нам нужно поднять свои головы, потому что наше искупление близко». Поэтому, пожалуйста, я хочу, чтобы вы поняли это. Бог хочет, чтобы теперь ты и я, как верующий, заняли свое место, как Его священники. «Чтобы стоять нам между живыми и мертвыми, молиться, просить, ходатайствовать, поднимать руки и просить, «О Боже, мы раскаиваемся в своих грехах». Мы Его дети, мы тело Христово. Это наша ответственность, стоять в пропасти между народами, как Аарон и Моисей. Они продолжали кодить и умолять Бога, чтобы Он простил грех Израилю, когда они страдали за их грехи. Просите за свой город, за свой народ, за свое правительство, за авторитеты и власти. Они могут не знать или не верить Бога, но вы верите и знаете. Мы можем все объяснить умным и интеллигентным ученым способом. Но Библия говорит, «Если Господь не сохранит место всего, то напрасно бодрствует страж». Без Божьей помощи нам конец. Общество потеряно. Наши грехи достигли небес. Наши грехи переросли нас. Нам нужно просить всемогущего Бога в покаянии, в прощении. Мы должны сломать иго беззаконие и умолять Бога о милости, чтобы Он дал нам еще шанс отвернуться от наших грехов и обратиться к Нему. Бог никогда не будет презирать смиренное сердце. Никогда не отвернется от души, которая просит и молится, и кается в грехах. Библия говорит, «Если смирится народ, называемый именем Моим, и будет молиться, то Я услышу с небес, и Я прощу их грехи и исцелю их землю». Настало время начать воевать за свои города, за свой народ. Пришло время просить Бога о милости во имя Иисуса Христа. Этот вирус, если ты Божье дитя, совсем не для тебя. Это не твой суд. Не от Бога. Бог защитит своих. Бог сделает разницу между теми, кто верит, и теми, кто не верит. Мы во свете. Мы не во тьме. Мы сильны в вере и просим Иисуса нашего Спасителя, чтобы защитить Его детей, чтобы изменить ситуацию в этот час, чтобы церковь была здоровой, сильной и в безопасности, чтобы это не стало временем великого отпада. Многие из тех, кто влажен, кто охладил, кто безразличен к этому времени, когда закрыты церкви, они скажут, «Ну, наконец-то я могу вернуться к своему грязному образу жизни». Нет, сейчас не время отпасть. Не время уйти. Не время быть в депрессии и страхе. Настало время, когда мы, как Божьи дети, должны надеяться на Христа. Возвысьте свои головы, потому что искупление близко. Это время, когда мы увидим чудеса и силу Бога, и знамения, и чудеса, как в старые времена. Бог сейчас ближе к тебе и ко мне, как никогда раньше. Его милосердие в преизбытке. Там, где нарастает зло, там еще больше добра. Где умножается грех, там еще больше милости. Где распространяется смерть, там изобилует еще больше жизни. Слава Божья раскрывается как раз в этой густой темноте. Не бойся, только верь. Доверься Господу Иисусу Христу. Ничего нет невозможного для нашего Бога. Если воззовешь к Нему в день скорби, Он услышит тебя. Это то, что Он сказал. Воззови ко мне в день судны, и я освобожу тебя. Господи Иисусе, спаси нас, искупи нас от власти тьмы. Мы проклинаем коронавирус. Я проклинаю коронавирус во имя Иисуса. Разрушаю Его силу и колдовство над теми, кто слышит меня сегодня. Я снимаю проклятие страха и связываю ангела смерти. Высвобождаю Божью силу. Ты будешь жить, и не умрешь. Наш Искупитель жив, и с Ним все в порядке. Иисус Христос сегодня ближе к тебе, и ко мне, чем когда-либо прежде. Друзья, звоните, пишите, смскуйте, отправьте нам мейл, расскажите нам свою историю или свидетельство. И если Бог коснется вашего сердца, помогите нам оставаться в эфире. В это время и час нам нужно слушать голос Бога, говорящего к нам, который будет ободрять, укреплять, оживлять, вызывать, чтобы вы знали, что это еще не конец всего. И вирус этот вас не касается. Он не для Божьих детей. Иисус Христос выше всего этого хаоса. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует...